Всем привет! Вы на канале Наша жизнь в Америке. My life is my life. Сегодня у нас пятница. Пятница, 12 апреля. Жаркая, хорошая погода. Температура 21 градус. Правда, мы вчера вернулись из 30, наверное, 3-35. Ну, 22 терпеть можно. Не замерзаем, слава богу. И сегодня мы премся в Коспу. Очень быстро. Очень быстро. Мы, походу, постоянно туда премся быстро. Ну, в общем, а чего премся? Потому что мы в прошлом месяце закупились хорошо в конце. Но уже как бы две недели этого месяца прошло. Холодильник подъели, с отпуска вернулись. Надо пополнить запасы. Погнали! Ну, вот мы и в Коспу. И она нас встречает, как обычно, с какими-то распродажами. О, можно купить полутора годовалый пасс в Universal Studio и он будет стоить 220 долларов. Да. Да. Туда можно будет ходить полтора года, пусть каждый день за эти деньги. Один year и... Продается на полтора года в Universal Studio 200... Сколько? Вон, 220 долларов. Надо летать. Да. Ну, я смотрела, где смотрю, и говорила, что нам 750. Да. Было такое. Ну, там, наверное, на год. Осторожно, Патеринка. Я хочу посмотреть очки. Очки стоят... А, это Junior 15,99. Спида 3 пары. А вот, наверное, взрослые. 3 пары 15,99. Вот, возможно, надо будет купить себе очки. Взрослые тоже 15,99. Наверное, надо будет как раз взять. Вот, посмотрите. Саша Маск. Ну, это же плавы для бассейна, для спорта. Купили в Коско вот такие вот очки для плавания. Цена вопроса 15 долларов за 3 штучки. Ну, в упаковке было 3 штучки. Собственно, одни я уже достал и испытал. Вот, что значит, они могут. Они якобы не потеют. Защита от ультрафиолета. Латекс. И... Просто регулируется. Вот, обратная сторона упаковочки. Что самое интересное, что, в общем-то, цена 15 долларов. Это цена за очки, которые продаются на Алиэкспрессе. Даже, может быть, там по такой цене хороших очков-то и не на. Там за 5 долларов, ну, будут китайские какие-нибудь очки, которые, в общем... Ну, будут достаточно невысокого уровня качества и так себе средненькие. Что интересно, я до сих пор ходил в бассейн. Вот. И... Ну... Я пловец не спринтер, а пловец для души, для спорта, для себя, для поддержания тела в форме. Вот. И, в общем-то, плавал, не опуская голову в воду. Потому что не люблю глаза в воде открывать. Одев эти очки... Да, я думаю, любые другие, если б я одел, было бы то же самое. Но, в общем, я улучшил свой результат на 20% по скорости. То есть, теперь за то же самое время я проплываю гораздо большую дистанцию. Вот. Ну, в общем, прикольно в очках. Как-то по детству я, конечно, в бассейн когда ходил, были у меня там очки и маски и прочие дела. Но потом это все забылось, отвыклось. И, в общем, так вот, на отдыхе в бассейне, там, на океане никогда никакими очками ничем не пользовался. У детей есть маски. Ну, так, поплюхался, поплюхался и все. А я хожу в Лэйфитнес и, в общем, плавал без очков, плавал, плавал. И тут эти очки продаются. Ну, 15 долларов смешная цена. Купил, одел, блин, так доволен. Они реально не потеют, вообще не пропускают воду. Очень хорошо сидят на глазах. Ну, в общем, остался доволен. Поэтому, кто, если вдруг ходит в бассейн, обязательно покупайте очки. Если кто-то сейчас находится в Калифорнии, в Костке они продаются 15 долларов. Эта цена просто, ну, просто смешная она. В принципе, это, я считаю, недорого. А по американским зарплатам это раз и все. Вот такое вот небольшое интересное спортивное открытие. Вот такой замечательный набор детских песочных игрушек. Да. Сколько стоит? 13 долларов. Если у вас есть полосы. А что это такое? Шарики надувные? Да. Нет. Их не надувать. Вот снизу воду с пауза и потом они с ножа воду. Водой надувать? Да. Прикольно. И потом человека кидать. А, это кидали эти специальные. Как вы кидались на своем пати на каком-то в прошлом году, да? Или это Антоша бросался? Кто-то сбросался шариками водяными. Я не помню. Да, это было я. Деревья, лаймов. Держи, Катаринка. Я посмотрю сколько стоит. Тачку, тачку держи. Цена где-то и... А, я ищу. 23 доллара. Дерево, лайма. Ну что, двигаемся. Потому что мы быстро-быстро двигаемся. Можешь ты все время залезаешь. На подержи, я пойду аэрподсы сниму. Вот, кстати, в Костка можно купить аэрподсы. По цене дешевле, чем в этом самом, в Apple Store. Правда, это первое поколение. Я не знаю, сколько оно сегодня в Apple Store стоит. Но, вообще, его цена была 159 долларов. Я думаю, что вряд ли оно подешевело. Скорее всего, это в Костке такой сейл. Хороший. Так что, вот так. Ну, точно знаю, что в прошлом году часы в Костке можно было купить дешевле. Долларов на 20-30. Что еще хорошее видим? Мы обсуждали с Катаринкой домик. Домик. Решили пока не брать. Так, мы, наверное, возьмем одну упаковку воды. Дома? Да, одну возьмем. Потому что может получиться так, что она закончится. Она у нас дома одна вид. Чтобы она не заканчивалась. Авокадо здесь будем брать авокадо? Авокадо. 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 Сейчас по 7,99. Сколько штук? На 10,99. И все, больше никто не войдет. Короче, начался пляжный сезон. Смотри, сколько маска это стоит здесь интересно. 49 долларов. Это дорого. Можно свои за сколько? Мы когда-то пойдем в магазин. Я видела, то есть маленькие. Доски? Да. Я хочу, когда можно бить, после лазиться на них и врать. И все чуть-чуть. Короче, начался пляжный сезон. Можно накупить кучу масок. Можно накупить кучу всяких спреев от солнца. Всяких кремов от солнца. Вот по таким разным. Почему я не вижу? А, вон. Это цена за вот такой набор. Это цена за набор от кремов. Катаринка хочет уже маленький сёрф, чтобы заниматься сёрфингом в Атиане. Но они будут далеко есть. Это вот такой. И полотенца, и все, что хочешь. Короче, началось лето. Змеи воздушные продаются. 4,99. Что-что? Горки? Ну, это типа воду наливаться и вот на такой доске кататься около своего дома. Это клёво. Да, это клёво. Ладно, пойдём посмотрим авокадо. И начинаем что-то покупать, да? Что? Иду. В прошлый раз мы проверили, что авокадо и в Сэмсклабе стоят почти одинаково. И вот сегодня мы здесь брать не будем, потому что я думаю, что в Сэмсклабе будет дешевле. Доллар тридцать за одну штучку. Они перезревшие, мягкие. И я думаю, что это что, цена уже связана с тем, что закрываются границы в Сэмсклабе? Нет, я не думаю. Или с тем, что нашли вот эти вот нездоровые? Я думаю, что нашли нездоровые. Поэтому нет. Какие-то сорта закрыли и получается небольшой дефицит. Ну, проверим в Сэмсклабе. Продолжаем в холодильнике с молоком. Зайка, только молоко или ещё столько? Только молоко. Молоко у нас двухпроцентное. Два галлона в коробке. Стоит 5,19. Зайка, вот это берём. Да, в принципе, это тоже самое. Если одну поднимешь, можешь брать. Давай. Бери. Я сегодня с помощником. Эта рваная бери целую. Да. У неё вот там ручки есть. Сегодня у меня помощник. Вот так вот. Это не тяжёлая. Да? Всё, молоко взяли. Идём посмотрим, что тут у нас ещё есть. Йогурт. Йогурт мама сказала, не надо. Но мы так глянем, а вдруг там что-нибудь на сейлике у нас. На сейлике всегда можно что-то зацепить. Если можно так много яйца купить. Посмотри. Я вижу, целая полет. Я могу сейчас дома. Да, пар идёт. Покажи. Стой, стой. Вот так вот. Не видно. На камеру не попадает, но в принципе изо рта идёт пар. Так, в общем сегодня как-то сейликов нету. И раз нам не надо, то значит не надо. Где наша мама? Мама улучшила. Мама улучшила. Мама улучшила. Вот блин, незадача. Воды нету. А нет, вон есть. Ну то, что сезон воды начался и где она сонулась. Мама заботилась и решила прогнуться. А колбаска где? А это не колбаски, там такая. Так, подожди. По-моему, кто-то колбаску брал. Я сейчас пойду на разборки. Где колбаска? Блин, ну ты сегодня прогиб, зачтён. Пока мы добывали молоко, мама добыла вот такой вот еды. Это что? Ризотку, по-моему, можно. Я не уверена. А по-нормальному? Не-не, Катаринка, это давай я сам. Катарина молоко закидала. Так, ладно, берём водичку. Цена пропала, но я думаю 2,99. Они делают всё, что захотят, но всё остальное пускай делают мальчики. В общем, мы взяли три упаковки воды, хотя хотели одну. Ты натурой истерист. И дело в том, что ту воду, которую мы берём, вот она при нас и закончилась, можно сказать. Вот этот именно объём и именно этот тип воды. Просто дело в том, что сейчас предупреждают об очень сильных ураганах в США. Особенно в центральной части. И вроде бы даже и нас там где-то как-то что-то возможно зацепит немножко. Не вспомни, как в прошлом году воду ровнули, вообще ничего. Да. Но не то, чтобы там не было воды. Но тогда ещё жарко было. Вот. Ну, в общем, по ходу, наверное, народ немножечко так тоже смотрит на эти уведомления и немножечко запасается водичкой. Ну, вот надо нам ещё вот такого вот взять, наверное, пойти. Да. Зайка, там много. Иди возьми две упаковочки. Ну, я подойду, ты скажешь, как обычно, что нам. Катаринка тоже идёт угощаться. Идите, берите. Не стесняйтесь, там какой-то пирожок. Туда не заходим? Не, мне туда надо. Ну, ты же пока не покушаешь, так я понимаю. А что мы взяли? Это какая-то цинамоновая булочка, да? Ну, так пошли, я ж не против. Это что, цинамоновая булочка или что? Пошли. Мама говорит, нам надо сюда зайти. Я тебя кормлю. Да, да, цинамоновая, это то, что ты видишь. Ну, вот эти вот ровыщи, наверное. Ты решила ещё одни новые попробовать? Серёж, это мы не можем. Это в новом пакете? Нет, это другие. Это те, которые, помнишь, с грибочками? Займа, мы такие не брали в таком пакете. Серёж, ну ты не можешь. В общем, рассмотрим дома. 7,99 грамм. Ну, мне кажется, что ты просто зай не помнишь. Я помню всё время в белых и в зелёных пакетах. Мы купили вот такую овощную смесь. Вес её 2,49. Ну, почти 2,5 килограмма. Замороженная. Зайка, не помните сколько она стоит? 7,99. 7,99. Отлично. Значит, тут очень богатый состав. Значит, смотрите, в неё входит брокколи, в неё входит горох. Как эта фасоль называется? Стручковая? Спаржевая. Спаржевая фасоль. Морковка красная. Морковка зелёная. Нет, она зайка жёлтая есть. Ой, жёлтая. Где-то я перегнул уже. Грибы какие? Мушрум, как это? Шампиньоны? Угу. Красный перец. Потом вот это вот самое интересное. Какой-то водяной орех. Что это такое, я не знаю. Сейчас попробуем узнать. И лук. Я не помню, что мы её покупали. Вот Маришка утверждает, что мы её покупали. Я абсолютно не помню, что мы её покупали, когда и где. Я помню, мы покупали какую-то зелёненькую и ту первую. А вот эту вот вообще не помню. Сейчас посмотрим. Ну, в общем, вот. Обычная зелёнка мороженая. Когда найдём водяной орех, я его сниму отдельно и запишу. Потому что как-то вот я вижу грибчики. Мне кажется, это вот эта зелёка беленькая. Смотри, вот то, что здесь вот. Сейчас посмотрим ещё раз. Мне не мать. Ну, беза. В общем, мы нашли вот что-то белое и определили, что это водяной орех. Потому что всё остальное как бы определяется как что-то другое. Сейчас я попробую на вкус. Да, мы заморожим. Это нечто сладкое и похоже по вкусу на орех. Ну, в общем, потом расскажем, когда разморозим и попробуем кушать. Всё, это была такая маленькая распаковка. Остальное вы всё видели. Может быть, когда-нибудь чуть попозже мы повторим для тех, кто не видел. Ну, что у нас с булочкой? В общем, вот такая вот классная цинамоновая булка. Катеринка понравилась? Бери ещё кусочек. Нет. Ммм. 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 Это то, что любит Маришка. Мы ей покупаем такое Smart and Final, когда она... Да, Маришка на диете такой вообще не ест. Она не весей. Она умеет разрушать диеты. Бургеры? Берем бургеры из красного салмона. Мы так много воды получаем, то уже какой-то шрампий хочет. Да. Значит, наши бургеры весят 3 лб. Стоят 17,79. Зайка, салмон это что? Салмон это что за рыба? Дай маме. Ты тоже не помнишь? Идём, я разворачиваюсь. Катеринка, осторожно. Сейчас я тебя по-быстрому организую. Не обволнован. Сегодня с нами дочка пошла в магазин. Сама изъявила желание. Да. А это между прочим? Дорогого стоит? Да. Подожди, надо сходить вон к нам что-то взять. Там что-то очень вкусное. Сейчас пойдём возьмём и расскажем. Попробую дают вот такую штуку. Вот такую. Батон с сыром с колбасой. Стоит 9,99. Вот так вот выглядит. Сейчас попробуем, расскажем. Так, а мы выдвигаемся дальше зачем? В смысле? А, за сметаной. В смысле, за сметаной? Творог у нас есть? Творог есть, а сметана. Вкусно? Кушай, кушай. Так, спасибо. Зайка, ну кушай, кто там пробует? Спасибо. Я хочу, что ты скушу. Срежка, берите сметанку. Так, сметанка это у нас в синем. Сметанка. Сметанка 3,99. Вот такая баночка. Мы её уже всем показывали. Все знают, что у нас там есть. На распаковке не знаю, может и посмотрим. Сыр палочками у нас есть, зайка? Да. У нас есть много. Простой сыр мы тоже купили перед отъездом. Ну все, и нам, наверное, остальное мы все будем в смоле. Сэмп Склади. В купальнике появились. Сэмп Склади. Смотри, Серёжка. Смотри, купальники появились. Ну что, покажи, какой вы рассмотрите. Ну, Катарина не хочет так что-то. Я и говорю, что на него шорты одеваются. Как тебе? Не наши. Здесь спинка такая красная. Когда же с ними будет просто шортик. Цена 19, наверное. Папа, где наша? 20. Вон стоит. А, 9? Сегодня это же на 3. 9,99. Ну, вон, смотри. Спида. Девичий этот самый купальник. 5,16. Посмотри по цифрам. Зайка, 5,16 размер это вот это. У нас 14. Как тебе? 18,99? Да. Там эска стоит. Следующий наш перекус. Давай за обувь заедем, чтобы не мешать. Это сардины. Сардины на крекере. В общем, вот такое. Будем пробовать. Это было вкусно. Это похоже на ставриду, на консерву. Это похоже немножко на шпроты. Вот. И Катаринка побоялась есть. Она у нас не любительница рыбы. Лучше кушать, Закин. Но Катаринка обманулась на другом крекере с рыбой. Я ей сказал, что это курица. Она съела и потом говорит, что это не курица. Ну ничего, съела нормально. А? Ну какая это? Ну это была Катаринка такая же красная рыба. Вот как мы берем бургеры. Просто она немножко в другом виде. Можно есть? Говорит, может. Так, ну что, все. Питы взяли? Да. Ну питы, получается. Мальчиш, много китов дома. Все знают, сколько стоят питы. Берем мы их для маленьких пицц. И больше мы с них ничего не делаем. Правильно? Только пиццы. Вот, очень спортивная тетенька стояла. Вы почти видела? Да. Зай, мы давай, может, все витамины будем брать или нет? Да, в другой раз. Время не хватит. Все, значит, мы идем на кассу. И потом вам озвучим, что почем. Хотей с мячом. Так, где наша касса будет? Где-то вот здесь. Опа. Хорошо. Мы закончили нашу костку. Чек у нас получился на... 58,61. Ну как-то на самом деле мы купили всего не так уж и много. Бурдеры, овощи, сметана, вода, питы. Все. Еще что-то. Ну и все. Все. В общем, вот такая небольшая закупка. Ну все, сейчас мы едем в Sam's Club, так что увидимся в новой серии. До встречи. Вы были на канале нашей с вами. New Life is my life. Всем хорошего настроения. Хороших выходных. Или хорошей рабочей недели, когда видят видео, мы не знаем. Все. Увидимся. Пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok